всем привет друзья вот смотрите есть у меня на участке вот такая поваленная старая елка также у меня есть баня палаточная которую мне нужно сделать полки какая древесина внутри вообще без понятия она лежит здесь уже давно довольно таки так что давайте ребят попробуем ее сейчас распилить вот достал бензопилу не пользовался из прошлого лета так мы бензин еще есть есть еще есть даже разведенный там с маслом в канистре масло тоже достаточно ну все сейчас будем пилить теперь осталось мне определить где лучше ее перепилить я думаю максимум определить где она ровная идет он где-то в этом месте она уже начинает там скривляться можно я думаю это все спиливать смело а все остальное уже пойдет на дрова ну вот сделал спил в середине ели качество ели неплохое даже толком трещин нету в общем для полков баню это вообще прекрасный вариант и так значит где-то здесь буду перепиливать вместе хорошей Итак, размечаю вторую половину. Если с первой половины у меня досок хватит на полки, то вторую половину можно пустить на стол, допустим, для улицы. Но все зависит от того, как хорошо будут получаться доски. Так, закусило. Так, закусило. Сейчас я их туда на ровное место все перемещу. Так, закусило. Есть у меня еще вот такая штука. Насадка на бензопилу. Так называемая мини-пилорама. Сейчас буду с помощью нее распускать бревна на доски. Никогда в жизни не пользовался, даже не знаю, как она цепляется. Сейчас буду разбираться. Но самое главное, написано Аляска. Значит, должно быть все окей. Так, что, перед тем, как эту насадку одевать, я, наверное, подолью бензинчик сюда с маслом разведенным. Немного поразбиравшись, определил, что саму шину нужно просовывать вот в это отверстие и затягиваться двумя вот этими болтами. И толщина доски тоже регулируется. Позже покажу уже, как на деле. И так, сейчас нужно ее зафиксировать ровненько. И буду затягивать ключом на 13. Главное не перетянуть. А то я люблю все перетягивать. Ну все, затянул. Теперь нужно проверить, как будет сейп ходить. Отлично все работает. Теперь можно пробовать уже на досках. Теперь мне нужно прикрутить к бревну вот такие направляющие. По ним я буду вести саму пилораму. Это для того, чтобы снять вот этот горбыль. И была ровная поверхность для последующих досок уже. Теперь нужно отмерить толщину доски. Здесь идет такая линейка. Вот один инч, два инча, три инча. Вот этими двумя болтами это все регулируется. То есть они ослабляются. Рейка поднимается и затягивается. Ну что, будем пробовать делать первый срез. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если, конечно, заниматься вплотную прям здесь распилом досок, если это какой-то большой проект, то нужно помощнее пилу. У меня 440, а нужно от 450 где-то. Потому что там более мощный двигатель. У меня, конечно, закусывает. Ну, и моя ошибка. Нужно клинья подбивать, чтобы уже нижняя часть, которая уже была пропилена, не давила на шину. Так, сейчас теперь буду глубину, то есть толщину доски буду настраивать на полтора инча. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы доска не прогибалась. Еще плюс же буду снимать рубанком какую-то часть. Так что, я думаю, будет как раз. Вот такая толщина получается. Выглядит, как будто даже немного толстовато. Слишком крепкие будут полки. Можно 200 килограмм класть будет. Но мне пока нравится. Сейчас, когда доску уже полностью доведу до конца, посмотрим, какой результат. Так, что у нас получилось в итоге. Вот такая вот обалденная доска. Итак, друзья, день следующий. Вернулся допиливать доски. Уже сегодня посмотрел. Вот первую доску, которую сделал, она была немного винтом. Отсюда вот видно, да, что она идет прямо-прямо-прямо и там под конец уходит. Ну, как бы для меня это не критично. Уже когда буду сбивать в щит их, рубаночком все это выправлю максимально. Так как это полки в баню, это не серьезная проблема. Скорее всего, это получилось из-за того, что я направляющую установил по бревну не очень ровно, не по уровню. Так что ошибки учтем. И следующие бревна буду уже распиливать ровнее. Эту уже буду заканчивать так, как есть. Итак, вторая досечка. Такое ощущение, что даже винт стал поменьше. Он есть, как бы, да, но меньше. То есть эту доску легче будет обработать. Банком и выровнять. Но в целом нормально. В крайнем случае хорошая лавочка получится. Ну что ж, в общем-то принцип работы мини пилорамы я показал. Получил три хорошие доски. Раз, два, то горбыль. Одну из них я унес в гараж. Финальным аккордом будет то, что я такую пилораму всем советую. Компактная, маленькая, легкая. Кто работает где-то в гущей тайге, вещь незаменимая. В нашем регионе Аляски особо толстых деревьев нет. Поэтому 18-й шины вполне хватает. Минимальная мощность двигателя бензопилы рекомендуется от 50 кубических сантиметров для работы с этой пилорамой. Я работал с более маленькой 40 кубических сантиметров. И чувствовалось, что мощи не хватает. Ну, короче, вот, ребята, вот такая вот штука у меня получилась. Полки максимально кривые, косые. Настроения снимать не было, так как все кривое. Доски винтом. Кое-как тут их собрал, замучился. Все, в общем, из кучи дров. Из подножных материалов. Но я думаю, это будет работать в сауне сейчас. Я понесу их туда устанавливать. И потом уже процесс парения засниму. Ребята, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. Подписывайтесь обязательно на канал. Пока-пока. Скоро увидимся.